СПОРТИВНАЯ ДЕРБИ Они заявили о себе, как о более опытной команде, которая сыгралась в первой половине круга и наладила все игровые связки с новичками. Практически первая их атака привела к голу. Совершенно беспрепятственно Тимур Зарепов разыграл мяч с Андреем Козловым, а тот, в свою очередь, отдал на противоположный фланг Егору Кузнецову. Игрок низом пробил в дальний угол. Через несколько минут Зарепов и сам стал автором забитого мяча. Он обвел нескольких защитников на краю штрафной и занял удобную позицию для удара. Снова пострадал правый угол. После не очень приятного старта оборонительные линии Снежных взялись за ум, стали оставлять меньше свободных зон и проворнее выходить в контратаки. Однако нападающие не всегда справлялись с приемом дальних передач и пару раз проигрывали борьбу после навесов. Если же все шло как надо, последний удар все равно соскакивал, уходил в сторону от ворот. На близкое расстояние к раме защитники МСГ противников не подпускали. Оберегали номинального галкипера Сергея Русинова. Отличные и непривычные для него работы. У нас вратарь не мог подъехать. И, наверное, без него мы сыграли лучше, даже чем обычно. Поэтому привет ему большой. И, если что, я заменяю прям неплохо на ноль. На своей же половине Снежным приходилось использовать против МСГ самые различные способы. В том числе и никто не отменял тактические фолы. Одно из таких нарушений привело команду к пенальти в свои ворота. Тимур Зарепов не смог переиграть Евгения Конколовича. Вратарь отбил мяч, дав возможность соперникам сыграть на добивание. Спасать от подобного исхода к воротам бросился Олег Коженов. Немного не рассчитав траекторию движения, он врезался прямиком в своего галкипера. Как итог, двое на газоне с очень неприятными травмами, а перчатки на капитане Снежных Андрея Сухареве. Осознав непрочность последнего рубежа соперников, МСГ попробовали применить высокий прессинг, в ходе которого создали очень много опасных моментов. Забить, однако, получилось не сразу, а лишь спустя 10 минут после вынужденной замены в стане противника под самый занавес матча. Вновь рядом с разыгрывающей связкой кузнецов-сизов не оказалось блокирующего защитника, так что Евгений спокойно внес мяч в сетку. Мы, наверное, были не готовы к тому, что они будут катать 6-го пулевого. С одной стороны, нам казалось, что это в плюс, что нет в артаря, но у нас даже до ударов, на самом деле, дела не доходило. МСГ, в принципе, хорошая команда, они очень умеют катать мяч, а мы не умеем обороняться против команд, которые очень хорошо двигаются, и поэтому так получилось. 3-0. Итоговый результат, насыщенный на борьбу спортивной встречи. Валерия Астафьева, Эльдар Загиров, Ангелина Уразова, Алена Удовенко. Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. Продолжение следует...